Когда-то к походу в паспортный стол готовились обстоятельно. Отменяли все дела, собирали кипы документов, очередь занимали за год, часа за два до открытия. Да и то не факт, что будешь первым. Теперь эти времена канули в прошлое. Многофункциональный центр взял на себя и функции паспортного стола. Правда, находится эта служба в отдельном здании, но это скорее плюс. У нас более 30 управляющих компаний, и жителям ходить в разные места, а паспортные столы, как правило, работают там два дня в неделю. И не всегда люди успевали, либо могли туда попасть. Здесь же график работы сделан очень удобный. То есть в воскресенье, понедельник, выходной, во все остальные дни с 10 до 20 часов. Разница заметна с первого взгляда. Вместо одной уставшей паспортистки несколько специалистов. Вместо угрюмых людей, следящих, чтобы кто вперед не прошел, электронная очередь. Операционист помогает заполнить необходимые документы. Но скоро и этого от посетителей не потребуется. С первого декабря все документы сотрудники МФЦ будут заполнять сами. Сейчас документы клиенты подают здесь, а получать паспорта приходится все же в миграционной службе. Но и этого скоро не будет. С февраля 2017 года планируется не только принимать документы на получение или замену паспорта, но и паспорта физически будут выдаваться в МФЦ. Впрочем, уже сейчас клиенты ощущают разницу с тем, что было. Очереди никакой. Берешь талончик, вызывают. Все вопросы решают инспектора. Очень объективно. Все достаточно грамотные инспектора. То есть по любому вопросу можно обратиться. И никогда, в общем-то, отказа не будет. Еще один несомненный плюс. Теперь любые документы выдаются буквально за две минуты. За временем обслуживания строгий контроль. МФЦ среднее ожидание очереди составляет по итогам не более 4 минут 15 секунд. Это именно заслуга электронной очереди. И процесс контроля тоже у нас настроен. То есть директор, курирующий заместитель директора в режиме онлайн наблюдает как за очередью в основном здании МФЦ, так и за временем ожидания очереди здесь, в паспортном столе. Но планы у руководства МФЦ еще более грандиозны. В 2017 году через многофункциональный центр также можно будет поменять водительские права. Например, в случае окончания их срока действия. Максим Козлов, Владимир Андрианов, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ.